Арестович, проебалищ ангар. Сука, там 10% батальона вышло. 10%. Вы вообще понимаете, ну, что должно быть, чтобы вышло 10% отдельного батальона морской пехоты? Ну, блядь. Ну, наверное... И это знаете, как было характерно? Проебали. Проебали. Пиздец. И это, блядь, говорит Арестович, блядь, долбоеб, который с 2014 года по 2018 морозился от войны как мог. Он даже, блядь, пошел в правый сектор, если вы не знаете, попросил, чтобы, блядь, написали... Чтобы правый сектор вписался за него и сказал, что он, типа, с ними. Это Арестович, блядь, такую хуйню сделал, чтобы вы не знали. И кто-то там писал с правого сектора, что вот, типа, Арестович у нас в правом секторе, поэтому он как бы, ну, почти воюет. И его тогда накрыли хуями, что ты, блядь, спецназер, офицер, разведчик, блядь, где ты, блядь, воюешь, гондон ебаный. Вот. В 2018 году Арестович пришел, блядь, на 10 месяцев, посидел в тылу 72-й, ну, то есть он штабной работник 72-й бригады. Он даже год там не просидел, 10 месяцев. И вся его, блядь, как он говорит, выходы, это, блядь, это беготня за пацанами, которые туда реально приезжали работать, потому что, ну, он же, типа, там, всех знает, да, то есть он же там, блядь, с маршавцом, там, с другими общается. И он бегал, блядь, посмотреть, где там взрослые парни ходят убивать. Да, то есть, и даже действительно переходил серую линию. Он никогда не был на догонном боевом выходе, на нему нет ни одной БРКи. Он, блядь, штабной работник, который сейчас пиздит, что он мега-разведчик. Единственный момент, когда он был старшим офицером в группе, когда он поперся, блядь, за снайперами, надо было вывести снайперов, блядь, погибли два человека. Он, блядь, эту ситуацию рассказал, как пиздец, какое преимущество. Человек не организовал выход, не знал точку прихода, не ориентировался в местности, не подготовил эвакуацию перед выходом группы. И у него, блядь, перед подрывом снайпера шли спереди, которых должна была 72-ка выводить, а он шел в 25 метрах сзади, ссыкло ебанное, блядь. Поэтому, когда там рванула ОЗМ-ка, блядь, их пошматовало, блядь, а этот пидорас теперь, блядь, рассказывает про то, что у нас чонгар проебали, как великий военный эксперт. Блядь, вы это говно слушаете? Ну, вам, блядь, не стыдно вообще? Продолжение следует... Продолжение следует...